А вот в спортшколе номер 14 ребята занимаются олимпийскими зимними видами спорта. Здесь функционируют 12 отделений – сноуборд, шортрек, кёрлинг, горнолыжный спорт, фигурное катание на коньках, биатлон. Как в частности проходят занятия по санному спорту, знает Алина Тищенко. Она побывала на одной из тренировок и с удовольствием расскажет подробности. Давид Чамян и Никита Шалагин с 10 лет занимаются санным спортом. Эти парни давно не кричат на повороте, преодолевая очередной вираж. Эмоции – лучший мотиватор в преодолении себя. И страх, и адреналин, и много чего. Вот когда поднимаешься на высшую точку старта, тогда страх. А потом? А потом эмоции положительные. Нравится. На отделении много девушек-спортсменок, которые выбирали скорость вместо плюшевых игрушек. Так, Олеся Егорова, которая уже в составе сборной Краснодарского края, не тратит время зря на соцсети, а дружно проводит время с командой. Когда соревнования или просто выходные дни, мы там ходим на картинг, на соревнованиях в свободные дни, мы в баню ходим. Ну, вообще, когда тренировок нет, с командой обычно собираемся и просто гуляем. Тренировки начинающих спортсменов проходят три раза в неделю по два часа. Первый год тренеры уделяют больше внимания общей физической подготовке для того, чтобы новички научились чувствовать свое тело, развили координацию движений, улучшали физическое состояние. На ледовую подготовку спортсмены выходят после обязательной разминки. У меня работает исключительно голова. Нужна реакция, а еще силовая нагрузка, потому что сани очень много могут весить, и их нужно таскать постоянно наверх. Известная поговорка «любишь кататься, люби саночки возить» подходит как нельзя лучше к этим спортсменам. После каждого спуска нужно своим ходом подняться наверх для нового заезда. Также каждый с самого начала учится самостоятельно следить за своим снарядом. Все связующие узлы в санях, все болты, все крепления для того, чтобы в процессе заезда ничего нигде не открутилось. По статистике, этот олимпийский вид спорта не травмоопасный. Так как это не массовый вид, а все-таки индивидуальный, то профессиональные тренеры всегда трепетно и внимательно относятся к своим воспитанникам. Они приходят, мы со всеми общаемся, мы видим, какое у них настроение, мы видим настрой в команде. То есть, хоть вид спорта индивидуальный, мы стараемся держать так, чтобы, несмотря на конкуренцию, чтобы была здоровая конкуренция, чтобы они были дружны между собой. Прежде чем спортсмен выйдет на ледовый спуск, он совершает видеомоторную тренировку. Это процесс погружения в себя, при котором мысленно отрабатывается движение телом, чтобы довести их до автоматизма. Сани развивают скорость от 50 до 120 км в час, и там уже не будет возможности наподумать. Любой профессиональный спорт требует полной самоотдачи, осознанности и верности выбранному направлению. Но глядя на воспитанников спортивной школы номер 14, они также умеют находить время для общения и детских шалостей. Отметим, что уже в декабре будет вестись новый набор учеников в секции зимних видов спорта. Подробную информацию о зачислении вы можете узнать на сайте спортшколы номер 14, а также по телефону. Номер на ваших экранах. Алина Тищенко, Дмитрий Петрий. Время новостей.